Издательство Эксмо. Марина Жеребилова. Котологика. О чем молчит кошка? Кошки — это создание с другой планеты. Так многие думают. Понять кошку для кого-то сложно, для кого-то невозможно, ведь они говорят на своем особым языке. Как бы вы поступили, встретив доброе инопланетное существо? Возможно, доброе, но сильно напуганное. Погладили? Поговорили на человеческом непонятном для существа языке? Если все навыки коммуникации бесполезны, тогда следующий шаг — освоить язык гуманоида и попрактиковаться в беседе с ним на понятном ему наречии. Именно об этом данная книга. Как понять свою кошку и объяснить ей на доступном языке, чего вам хочется? Устраивайтесь поудобнее, желательно положить кота под бочок и наслаждайтесь любопытным миром кошачьих. Эта книга посвящается моей маме, которая с детства учила меня любить и понимать животных, не обижать тех, кто слабее, противостоять жестокости к братьям меньшим. Также выражаю огромную благодарность друзьям и читателям моего блога о психологии кошек, всем тем, кто поддерживал в трудную минуту, давал добрые советы и вдохновил на написание этой книги. Кто такая кошка? Я не стану подробно рассказывать историю происхождения и одомашнивания кошек. Об этом написано немало книг. Я лишь хочу, чтобы вы имели представление о том, что за существо мурчит сейчас рядом с вами. Домашняя кошка — существо чувствительное. Большинство из них болезненно реагируют на перемены, незнакомые запахи и звуки, смену окружения и состава семьи. Природа создала кошку именно такой, чтобы она дожила до наших дней. В процессе эволюции одомашненная кошка менялась не только внешне, но также и по части повадок. Особенно это стало заметным в последнее столетие. Кошки стали учиться коммуникации с людьми, чтобы мы их лучше понимали, увеличили количество взаимосвязей друг с другом и другими животными, и усложнили их, стали подстраиваться под темп жизни больших городов, чтобы выжить. Кошки даже научились приспосабливаться к ритму жизни хозяев. С учетом того, что кошка преимущественно сумеречный охотник, она научилась спать в периоды кошачьей активности, если хозяева создали условия и наладили для нее удобный режим. А некоторые кошки и вовсе разучились ориентироваться в темноте. Из полезного существа, выполняющего прежде всего охранные функции, продовольственные запасы человека, почтовые склады и наши квартиры, кошка во многих домах стала просто домашним любимцем, суть появления которого — в радости общения людей с ним. Однако не всегда взаимодействие с кошкой приносит позитив. Это происходит из-за возникающих психологических проблем у кошки, живущей несвойственной для нее жизнью или не имеющей возможности удовлетворить свои потребности в том окружении, куда люди ее поместили. Поэтому мы можем сталкиваться с неприятными проявлениями поведения кошачьих. Бывает, что эти проявления нормальны для кошки, но неприемлемы для человека. По этой причине многих кошек выгоняют из дома, отдают другим людям или вовсе усыпляют. Но так быть не должно. Кто-то пытается воспитывать кошку строго, отчитывая ее, применяя физические наказания или устаревшие методы резкого прерывания деятельности. И это также неверный подход. Вам самим было бы комфортно жить под одной крышей с человеком, который из-за малейшую провинность с вашей стороны или нежелания общаться в данный момент брызгал в вас из водяного пистолета или шлепал полотенцем. Наверное, вы не стали бы это терпеть. Но кошка вынуждена. Она любит хозяина любым. Добрыми не очень, счастливым и раздраженным, вне зависимости от его характера. Но в момент вашей недоброжелательности у кошки проявляется поведение жертвы. Ей нужно держаться от вас подальше, мало ли что. Или поведение агрессора, защититься от человека любой ценой. И это уже плохая коммуникация. Субтитры создавал DimaTorzok